С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Строители готовятся к обустройству в регионе зимников. Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа уже подготовлено постановление о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в Тундровой и лесотундровой зонах. После опубликования документа строители смогут начать обустройство зимних дорог. Более раннему началу способствуют устойчивые морозы. Главный зимник региона Наринмарусинск в этом году будет проложен вдоль строящейся дороги. В связи с этим его протяженность для пользователей сократится более чем на 50 километров. По данным Департамента строительства транспорта и ЖКХ Анал, на 90-километровом участке зимней автомобильной дороги будет организовано пять снеголедовых дамб. На сложных участках трассы, крутых спусках и подъемах будет организовано дежурство бульдозеру. Для ориентации водителей в условиях пониженной видимости будут установлены вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров. В этом сезоне для водителей, попавших в чрезвычайную ситуацию, организуют дорожно-ремонтные пункты с возможностью предоставления мест отдыха. 16 койко-мест. Между пунктами будет обеспечена бесперебойная связь. Предоставление информации о состоянии зимника будет осуществляться ежедневно в 7 утра и в 16.00. Кроме того, узнать о состоянии зимника можно будет непосредственно перед выездом, посмотрев на специальное информационное табло. Помимо участка зимней автодороги до Усинска, на территории региона будут функционировать еще два зимника. До поселков Харута их и ревер общей сложностью 25 и 15 километров соответственно. Их содержание будет заниматься Север-Желкомсервис. Маршруты будут соединяться с трассами недропользователей. А вот содержанием городских улиц занимается компания «Чистый город». За три дня коммунальщики Наринмара вывезли 1120 кубометров снега, выполняя при этом комплекс мероприятий по зимнему содержанию дорог, посыпка проезжей части песком, уборка и вывоз снега. По сообщению пресс-службы предприятия, каждый день на дорогах города работает 20 единиц специальной техники, среди которых грейдеры, эскаваторы и самосвалы. Обращение от населения по вопросам вывоза снега принимается по телефону диспетчерской службы компании «Чистый город». Его номер 7 911 652 35 56. Заплатить придется. Иски фонда реформирования ЖКХ регионального оператора по сбору денег на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов удовлетворены. Теперь злостным неплатильщикам взносов предстоит выплатить сумму основного долга, плюс пенни за просрочку, а также компенсировать судебные расходы фонда, связанные с оплатой госпошлины. Суммы задолженности некоторых жителей региона уже превысили несколько тысяч рублей. Обязанность оплачивать взносы на капитальный ремонт установлена ЖК России и не является договорной оплатой, поэтому отказаться от внесения средств за капремонт невозможно. По информации фонда, первые исковые заявления в суд были направлены в отношении физических лиц, собственников помещений и многоквартирных домов. Аналогичные меры будут приниматься и к юридическим лицам. В первую очередь, иски будут предъявляться к самым злостным неплатильщикам, долги которых ведут отчет с апреля текущего года. Визитов в суд можно избежать, если задолженность по взносам будет погашена до оплаты региональным операторам госпошлины для подачи искового заявления. А за неплательщиков налогов будут расплачиваться их работодатели. Федеральная налоговая служба России утвердила новый порядок взыскания задолженности с физических лиц. Таким образом, если гражданин задолжал бюджету до 25 тысяч рублей, долг должен быть погашен работодателем-неплательщика за счет его заработных выплат. В целом, эти нововведения направлены на разгрузку объема работы службы судебных приставов. Теперь налоговая инспекция сможет направлять исполнительные листы напрямую по месту работы должника в обход службы судебных приставов. Работодатель, в свою очередь, обязан в течение двух месяцев предоставить в налоговую инспекцию информацию об исполнении судебного предписания. В Ненецком округе это нововведение уже успешно применяют на практике. В адрес работодателей и должников направлено 56 заявлений на сумму 285 тысяч рублей. 46 заявлений уже исполнено. В Наринмаре сегодня прошел ЕГЭ по математике. Писали профильный уровень. Впрочем, на будущее школьников результаты никак не повлияют. Кробный экзамен устроили для того, чтобы наглядно продемонстрировать старшеклассникам, как будет организовано настоящее тестирование. А еще сегодня впервые испытали новые технологии ВЕГЭ. Бланки с ответами прямо на месте переводили в электронный вид. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы свести к минимуму возможную фальсификацию результатов экзамена. Олег Итанзейский продолжит тему. Здравствуйте, у вас 406 аудитория. Хорошо, почитаем, оставляйте. Сегодня здесь все по-настоящему. Строгий контроль уже при входе в школу. Пробный ЕГЭ по профильной математике предстоит написать 112 старшеклассникам. Словно репетиция перед парадом. Только вместо него будущих выпускников ждет настоящий госэкзамен. Экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. Как обычно длится все абсолютно правила мы соблюдаем, как положено, для того, чтобы дети знали, чтобы не было никаких нарушений на основном экзамене. Ну и познакомиться со всеми такими документами, как бланк регистрации, бланк номер один, бланк номер два, чтобы уже снизить вот эту напряженность в период основного экзамена на ЕГЭ. 11-классница Кристина Маркова пообещала, что на пробном экзамене выложится по полной, ведь именно профильную математику она будет писать уже во время основной волны ЕГЭ. Этот предмет девушке нужен для поступления в престижный вуз Москвы. Все шпаргалки есть? Есть некое волнение, это в любом случае. Не хочется подводить свою школу, хочется проверить в первую очередь свои силы, хочется написать на лучший результат. Понятно, что техникой никакой пользоваться нельзя, ну и шпаргалками тоже. Да и зачем? Это нужно знать самим, как бы для себя в дальнейшем, чтобы это помогало умом, чисто своим и все, своими силами. Этот ЕГЭ из пробных для региона стал самым масштабным. Больше сотни экзаменуемых, десятки организаторов. Особое внимание, конечно же, уделено прозрачности тестирования. С собой никаких электронных устройств. Повсюду видеокамеры. Контроль здесь, пожалуй, как на границе. Единый госэкзамен. Будущие выпускники пишут здесь, на четвертом этаже, вот за этими вот дверями. И, как видите, попасть туда постороннему абсолютно невозможно. Марина Юрьевна, ваше место 2Б. Я вам желаю удачного экзамена. Здравствуйте. Перед началом экзамена обязательный инструктаж. Старшеклассникам разъясняют, сколько времени отведено на работу, можно ли выйти, а также, что должно лежать на столе. В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены из экзамена. Решать математику школьники будут почти 4 часа. Затем все бланки с ответами отправятся вот в этот кабинет. Здесь с помощью сканера их переведут в электронный вид. И дальше это все в зашифрованном виде передается в региональный центр обработки информации. Затем в региональном центре обработки информации это все будет дешифроваться при помощи токенов и обрабатываться так же, по сути дела, как раньше. Передаваться это будет все на федеральный уровень. Раньше бланки сканировали в региональном центре обработки. Теперь в пункте проведения экзамена, то есть в школе. Это делается для того, чтобы готовые работы старшеклассников как можно быстрее оказывались в федеральном центре тестирования. По мнению организаторов экзамена, так минимизируется риск фальсификации. Проще говоря, чем меньше бланк с ответами в пути, тем больше шансов, что результаты у будущих выпускников не вызовут сомнений. Олег Катанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Поток туристов в Ненецкий округ продолжает расти. И предварительные заявки на различные туры в Заполярье уже оставили порядка 60 желающих из России и зарубежья. Только в ноябре на базе турцентра уже отдохнули две группы путешественников. На прошлой неделе туристический культурный центр НАО принимал гостей из Таиланда. Несколько дней тайская семья знакомилась с жизнью Ненецкого округа бытами и традициями оленеводов. А на этой неделе в Наринмар приехали жители Австралии. Супруги Беннет уже выполнили программу «Минимум». Впервые увидели снег, северное сияние и побывали в настоящем Ненецком чуме. По данным руководителя турцентра Матвея Чупрова, еще порядка 10 человек из регионов России выразили желание провести здесь новогодние каникулы. А с февраля месяца на базе учреждения планируется принимать по 30 туристов в неделю. Несколько турпродуктов для зимнего и летнего отдыха предлагает еще один предприниматель региона Андрей Николаев. Он сообщил, что в феврале готовится принять группы туристов из Китая. В основном зимние предложения включают посещение стойбище оленеводов в тундре, катание на оленях и снегоходное ралли. Туристам предоставляется возможность познакомиться с бытом коренных малочисленных народов, проживающих в НАО, попробовать блюда национальной кухне. В зависимости от запросов, гостей региона предлагаются семейные или более экстремальные виды отдыха. Бытовые отходы, строительный мусор, сломанные окна, старая мебель. Все это каждую весну, когда тает снег, находят на береговой линии Печоры и в лесу. Объекты природы превращаются в свалку. Чтобы призвать жителей уважать природу, Центр природопользования провел конкурс рисунков среди детей под названием «Живи лес». Какой он чистый лес глазами детей смогла увидеть наш корреспондент Любовь Пермякова. Яркие краски, чистые берега и ни одной разбитой бутылки. Таким видит идеальный лес шестиклассница первой школы Вероника Смирных. Я рисовала речку и деревья. Там было все такое желтое, оранжевое. Смысл бы просто изобразить природу, какая она на самом деле есть, и без вмешательства человека. Иногда приезжают в лес, там все как бы заброшено бутылками, и не очень хочется, чтобы так было везде. А везде действительно так. Только в августе этого года сотрудниками Центра природопользования и другими участниками экологической операции «Чистый берег» было убрано с водоохранных и водозаборных территорий, а также с берегов рек и озер Неницкого округа более 8 тонн мусора и бытовых отходов. Цифры ужасающие. Они, по словам сотрудников Центра природопользования, связаны с низкой экологической культурой жителей округа, которые наносят значительный ущерб окружающей среде. Цель этого конкурса прежде всего была, конечно же, донести до наших жителей, жителей города и округа, что лес надо беречь. Потому что в течение июня месяца, в течение сентября, августа были совершены десанты не только учащимися, но и работниками таких учреждений, как «Чистый город». И постоянно весь май месяц, июнь убирали лес. И в сентябре мы наблюдали снова ту же самую картину. Чтобы такая картина больше не повторялась, сотрудники Центра ведут большую просветительскую работу. Различные конкурсы, лекции, флешмобы. Только на всероссийскую акцию «Живи лес» откликнулись более 50 детей. Этот конкурс оценивался по трем номинациям «Гуашь», «Акварель» и «Акварельные карандаши». Победители-участники получили памятные призы и дипломы. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Видеть кончиками пальцев – так воспринимают этот мир инвалиды по зрению. Узнать и почувствовать на себе, каково это жить в темноте, смогли представители законодательной власти округа и спонсоры региональной организации Всероссийского общества слепых. Там прошел второй турнир по шашкам в слепую. Турнир по шашкам накануне Международного дня слепых в региональном обществе проходит второй год подряд. Инвалиды по зрению соревнуются с представителями законодательной власти региона и спонсорами общества. Чтобы все участники были в равных условиях, на глаза одевают повязки и приступают к игре. Особых премудрости при игре в шашки вслепую на первый взгляд нет. Правила игры простые и знакомые, пожалуй, почти каждому ещё с детства. Доска очень похожа на обычную, фигурки тоже. Но вот если присмотреться, видно, что есть специальные выемки, чтобы шашка не соскальзывала. Да и сами фишки имеют отличия, но их легче заметить на ощупь. Гости турнира все немного растеряны, а вот хозяевам всё знакомо. Екатерина Носкова сегодня стала победителем. С лёгкостью обошла в игре представителя компании-спонсора. Признаётся, играет часто. Особенно нравится учить детей в разновидность этой древней игры. Детей учим играть слепую. А дети потом в школе других, как сказать, играют, обыгрывают. Другие-то дети не умеют. А вот дети, кто не видит, они умеют. Так что это как бы для детей наших тоже полезно. В этой игре есть свои секреты. Доску нужно разделить на четыре части. Так проще ориентироваться. Вот только не специалистам такие тонкости неизвестны. Это очень непросто, потому что абсолютно теряешься, не понимаешь, что происходит на доске. Надо обладать, наверное, очень большой фантазией и просто шикарным абстрактным мышлением, чтобы представить в своей голове эту доску, почувствовать выемки, куда шашки становятся, почувствовать шашки. Для гостей турнира товарищеская встреча стала новым и интересным опытом. А для членов общества ещё одним поводом встретиться, ведь шашечные турниры у них очень популярны. Шашечные турниры у нас четыре шашечных турнира. Мужчинам мы 23 февраля, чтобы их как-то отблагодарить, мы их собираем на шашечный турнир. Это чашка с чаем. Этот день после сыгранных партий также продолжился чайпитием. А новый турнир по шашкам Ненецкая организация Всероссийского общества слепых постарается провести ровно через год. Алена Валей, Вадим Носкин, Телеканал «Север».